Шаббат! Шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан. И на этой неделе мы читаем недельную главу Войга. Это вторая из книги Шмот. Написано. И говорил Бог Моше и сказал ему, я Господь Гошем. Равин Ифраим Лунчис Прага, 18 век, обращается к лишним словам в предложении и сказал ему. Кроме того, он рассматривает разные имена Всевышнего. Но начинает Равин Лунчис с вопроса, почему Моше не назвали Машуй. Ведь Батья, дочь Вараона, назвала его вытащенным из воды. В буквальном переводе это должно было быть Машуй. Так почему нашего учителя назвали Моше? Есть ли в этом смысл и логика? Вот как можно ответить на этот вопрос. Причина, по которой Батья назвала его Моше в том, чтобы показать, что он будет спасать других. Хоть она и вытащила его из воды, но было постановление свыше, чтобы он спасал других. Батья бессознательно предвидела, что он освободит наш народ. Мы ведь знаем, что имя человека – это его суть. Имя – это корень души человека. Имя указывает на его предназначение. И иногда, по данному ему имени, человек может узнать свою миссию в нашей жизни. И поэтому понятно, что Маше Робейну, лидера еврейского народа, неуместно называть Машуй. Ведь такой человек заботится только о себе. Главное, что я вышел из воды. А идея нашей веры в том, что ты не один. Ты живешь в этом мире, и ты здесь, чтобы помогать, так сказать, другим или вытаскивать их. Вот поэтому его назвали Маше, что означает «вытаскивающий» или даже «спаситель Маше». Что касается таланта избавления, то, как вы знаете, Маше не мог бы надеяться только на свои способности. К тому же, был он исключительно плохим оратором. Вот почему Всевышний сжалился над ним. Именно поэтому в оступительном предложении есть нечто двойное, двойственное. Божественное имя Илуким, строгий суд, с ним он обращается требовательно к Маше. По твоему имени ты должен был знать, что тебе предназначено. Но после этого написано, что он ласково к нему обратился. Тем самым Бог посочувствовал его неспособности полностью выразить себя и его отчаянию. И мы всегда должны знать, дорогие друзья, что Всевышний поможет нам. И мы должны всегда верить в поддержку Всевышнего. Маше было поручено величайшее задание, которое только могло быть. И Маше стал величайшим из всех пророков и принес в мир новое понимание Божественного. И сам Маше таким образом тоже стал вне времени. Его имя будет известно вечно. Будьте здоровы. Шаббат шалом. Всего самого доброго. Равин Каплан.